Привет всем, меня зовут Джереми Хикон. Сегодня мы собираемся продемонстрировать то, о чем нас часто спрашивают, а именно патрульные автомобили нашего агентства. Сегодня мы покажем вам функции и то, что включено в наши патрульные автомобили. Итак, первый вопрос, который мы рассмотрим, это внешний вид этого конкретного ТЭХа. Как я уже упоминал ранее, я на самом деле старший советник по нашей программе Эксплоуер. Так что этот ТЭХа на самом деле назначен исследователем, и он упакован для продвижения программы Эксплоуер, но у него есть все функции и внешний вид обычной патрульной машины. Итак, еще один вопрос, который нам часто задают, это особенности освещения и почему у нас так много огней. Итак, традиционно для патрульных машин, вы видите только стандартную внешнюю световую панель сверху, и хотя они очень яркие, они освещают как заднюю, так и переднюю часть автомобиля, в этом случае у нас все наши автомобили или все наши огни внутренние. И на это есть несколько причин, одна из них позволяет нам устанавливать больше огней, чтобы вы могли видеть по всей боковой части. Автомобиля, у нас есть огни практически сверху, посередине и снизу, что позволяет нам улучшить видимость патрульной машины, а также с точки зрения долговечности и обслуживания. Фары не подвергаются воздействию факторов окружающей среды, таких как погода, осадки, грязь, мусор и все такое, поэтому они рисуют четкую картину, позволяя большему количеству автомобилистов и людей фактически видеть, видеть огни, что мне действительно нравится, так это фонари-трейсер. Итак, в случае, если мы используем патрульную машину, чтобы заблокировать перекресток или дорогу, то, в отличие от традиционной световой панели, у нас есть просто стробоскоп, который видят все автомобилисты или люди, у нас теперь есть фонари Трайл Баурт и фонари по всей боковой стороне транспортного средства, чтобы увеличить его. Видимость внутри патрульной машины хорошая, так что она такая же, как и в любой другой машине, у вас есть руль, акселератор, радио, кондиционер, потому что это Флорида, поэтому нам нужен кондиционер, но поскольку это патрульная машина, у нее гораздо больше функций, которые позволяют нам выполнять нашу работу, и поэтому, вероятно, первое, что мы хотим охватить, это самое заметное и самое очевидное, это подставка для ноутбука, поэтому каждому патрульному полицейскому выдается ноутбук, это полностью функциональный ноутбук, он позволяет нам получать доступ к нашему MCT или нашему мобильному компьютерному терминалу, который позволяет нам получать доступ к информации о вызовах на обслуживание, которые передаются диспетчеру, и поэтому это позволяет нам видеть, кто звонит, местоположение, адрес, любую информацию, которую предоставляет звонящий, поэтому, прежде чем мы даже прибудем на место вызова, у нас уже будет фотография того, что может происходить или что происходит, у нас есть. Автомобильное радио, и это позволяет нам разговаривать и общаться с другими помощниками, с которыми мы работаем, а также отправлять другие организации, такие как пожарные и спасатели, или другие различные блоки в офисе шерифа, поэтому мы используем это, по-прежнему в центральной консоли, у нас есть блок управления фарами и сиренами или 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 модуль, этот маленький переключатель прямо здесь позволяет нам изменять, какие огни активируются и где они активируются, и поэтому самый первый. Переключатель, который включает задние огни, так что только огни сзади патрульной машины, ваши красные и синие огни будут активированы, ваш второй переключатель, который включит все красные и синие огни по всей передней части автомобиля, по бокам автомобиля, а также сзади, и затем ваш третий переключатель, это на самом деле, те же красные и синие огни, но также активируют, козырек, огни, которые нужно снять, в режиме стробирования, а также фары, и поэтому это то, что позволяет нам активировать. Наши красные и синие огни, наша сцена слева, это в значительной степени наши яркие огни сбоку, патрульной машины, особенно с левой стороны, наши остановки, так что у нас есть две разные функции, если я нажму его один раз, он просто включит белые огни сверху подсветка козырька, но если я нажму ее еще раз, все огни спереди автомобиля активируются, включая, огни в решетке радиатора и так далее, сцена справа, которая включит все огни с правой стороны автомобиля белым цветом, чтобы он мог осветить. Эту область сзади, которая включит все задние огни, которые находятся сзади патрульной машины, белым цветом, а затем спереди, это позволяет нам активировать наши красные и синие огни в режиме постоянного стробоскопа, чтобы они не мигали, у нас есть пара направленных, сигналов, так что в случае, если мы хотим, чтобы транспорт отклонился вправо или влево, мы фактически можем изменить схему мигания на нашей задней световой панели, чтобы указать, в каком направлении мы хотим, чтобы транспорт двигался, у нас есть три различных варианта сирены, у нас есть кит, елп и пир, и каждый из них просто обеспечивает разный тон, так что мы можем изменить сирену, если мы приближаемся к перекрестку или проезжаем через него, таким образом, водители могут понять или услышать что-то более четко, но есть ALS часто, когда мы отвечаем не только нами, двумя помощниками, тремя помощниками, и так, с разными сиренами, они смогут услышать разные патрульные машины, хорошо, так что, надеюсь, это единственный раз, когда вы можете увидеть задние сидения наших патрульных машин, но, потому что мы патрульная машина, и мы, перевозим много разных людей, в частности, и в основном в тюрьму, у нас есть модифицированные задние сидения, так что это позволяет нам безопасно перевозить подозреваемых в тюрьму, и поэтому в любое время, когда мы перевозим подозреваемых в тюрьме за предполагаемое преступление, мы будем играть, положим их сюда, и клетка позволяет нам по-прежнему разговаривать с ними. Но чтобы повысить нашу безопасность, для них, у нас здесь есть ремни безопасности, так что, когда мы перевозим кого-то, мы действительно убеждаемся, что их сидение включено. Потому что, как только мы берем кого-то под стражу, мы теперь отвечаем за его уход, опеку и защиту, поэтому мы убеждаемся, что они, что у них есть ремень безопасности, многие люди также не знают об этом, но мы предоставляем вежливые поездки гражданам, если возникает необходимость, так что в случае, если мы попадаем в аварию или или инвалидное транспортное средство, и мы можем отвезти кого-то или отвезти кого-то на заправочную станцию, чтобы заправиться бензином, и так, бывают случаи, когда мы можем сделать это, чтобы помочь людям, и мы постараемся сделать это в таких случаях максимально комфортным. Но, мы делаем это так, как, как это нормально, так что теперь мы находимся в багажнике или в грузовом отсеке транспортного средства. И поэтому, как заместитель шерифа, нам выдаются различные инструменты и различные ресурсы, которые помогают нам выполнять нашу работу. Например, у нас есть дорожные конусы, поэтому мы находимся на проезжей части много инвалидных транспортных средств, аварий транспортных средств. В любое время, когда мы хотим попытаться отвести движение или создать новую полосу движения, мы будем использовать эти складные дорожные конусы. Каждому помощнику шерифа выдается патрульная винтовка и патрульное ружье, так что они специально установлены вот так, потому что если в нас врежутся сзади, мы хотим быть уверены, что огнестрельное оружие не направлено на нас или человека на заднем сиденье или на человека, который находится позади нас. Поэтому мы стараемся размещать наше огнестрельное оружие горизонтально, каждому патрульному помощнику шерифа также выдается баллистический шлем, а также баллистический щит, и это обычно для ваших активных действий стрелка, ваших критических инцидентов. Так что если мы реагируем на вызов о помощи, и мы знаем, что у кого-то есть огнестрельное оружие, мы наденем это, чтобы действительно повысить нашу безопасность и нашу и нашу защиту, мы во Флориде, поэтому я всегда ношу с собой пакет воды. Потому что всегда важно поддерживать водный баланс, у нас также есть сумка для оказания помощи, чтобы помочь нам, когда мы взаимодействуем с теми, кто находится без сознания, у кого нет пульса, это может помочь с дыханием, э, огнетушитель на случай, если мы пойдем на пожар, у нас есть клейкая лента для места преступления, наша аптечка первой помощи, просто ваши основные принадлежности, пластыри, Нилспорн, спиртовые салфетки, еще одна функция, это стоп-линии, так что если у нас есть транспортное средство, которое убегает от нас, в попытке остановить транспортное средство, если патрульный офицер находится перед ними, они могут развернуть эти стоп-линии, чтобы помочь спустить воздух в шинах, и это в основном, багажник и, вкратце, у нас также есть фонари, наверху, задние двери, так что если мы находимся рядом с дорогой и у нас включены фонари, и автомобилисты все равно могут видеть, э, нашу патрульную машину, так что эти фонари, действительно, очень полезны, хорошо, и. Поэтому, одна из хороших вещей в наличии Шеви Теха, это позволяет нам иметь много места и много грузового пространства для хранения кучи этого оборудования, и поэтому мы направляемся в офис Шерифа, мы пытаемся пойти в парк Теха, у нас есть несколько других транспортных средств, на дороге, Форд Турист, который больше похож на наш седан, а затем наши Форд Эксплоуер, у них также есть стиль внедорожника, чтобы помочь хранить часть этого оборудования, но именно поэтому мы направляемся в Терхоз. Хорошо, так что на этом завершается экскурсия по патрульной машине. Надеюсь, вам понравилось, если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, и вы увидите помощника Шерифа на дороге, не стесняйтесь спрашивать, мы будем рады объяснить вам особенности патрульной машины, и поэтому, как говорится, я просто желаю вам всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok